У-373СТ, А-658ОМ, К-417РА Я, к примеру, постоянно обращаю внимание на номера машин, но это скорее происходит из-за моего интереса к нумерологии. Однако есть люди, которые не просто смотрят на цифры регистрационных знаков, а зарабатывают на этом деньги. Номерок блатной, три семерочки, Едет, катит фраерок, ксивы, корочки. Номерок блатной, да, три семерочки, Не помогут тебе фраер твои корочки. Ни корочки, ни высокие должности, ни социальный статус человека не смогут уберечь его от тех, кто пожелал заработать на красивом номере. Однажды утром Алексей, собираясь ехать по важным делам, подошел к автомобилю и обнаружил рамку пустой. Вместо регистрационного знака он нашел на лобовом стекле записку. Я взял эту бумажку, на ней было написано, что вы потеряли номер, и, соответственно, номер телефона был указан. Я позвонил по данному номеру, и молодой человек, очень вежливо, что самое интересное, пояснил, что он мне его вернет за вознаграждение. Сумма вознаграждения составляла 5000 рублей. Получить новый регистрационный номер стоит гораздо дешевле. На сегодняшний день сумма оплаты составляет 2000 рублей. Это 1500 сами непосредственно номера, 300 рублей свидетельства о регистрации и 200 рублей за внесение изменений в ранее выданный паспорт транспортного средства. Несмотря на такую разницу сумму, большинство автовладельцев готовы заплатить злоумышленникам, лишь бы не ехать в РЭО и не терять дорогоценное время в очереди. Ведь в зависимости от сезона, через регистрационный пункт в Барнауле в день проходит от 300 до 700 человек. Уже сижу два часа, от безысходности включил телефон на запись. Эта запись сделана не в нашем регионе и два года назад. Сейчас ситуацию в РЭО пытаются изменить и вводят электронную очередь. Говорят, она снимает напряжение. Ведь автовладельцы, зная свой номер по счету, могут сориентироваться, когда им подходить к окошку. А значит, свободное время посвятить своим делам. С момента подачи заявления непосредственно уже инспектору в окно, время затрачивается от 10 минут до 25 минут. В зависимости, юридическое это лицо или физическое. Ситуация с красивыми номерами осложняется еще и тем, что автовладельцы, желая стать обладателями трех семерочек, порой платят за них дополнительную сумму. И это иногда несколько десятков тысяч рублей. Конечно, мы не можем утверждать, что блатные номера всем жителям Алтайского края достались именно таким образом. Но это всероссийско известный факт. Во многих регионах гаишники всерьез озадачились проблемой и, во всяком случае, на показ устроили выдачу запоминающихся регистрационных знаков в порядке живой очереди. Добрый день. Добрый день. Это мне? Это вам. Ого. Пожалуйста, внимательно все проверьте правильное заполнение. Очень приятно. Честно говоря, не ожидал. Некоторые парковки – настоящий рай для обманщиков. Причем интересуют злоумышленников не только цифры, но и буквы. А мимо номеров из других регионов вообще грех пройти. Ведь это самый верный клиент. Ему проще будет заплатить деньги здесь, чем ехать из Барнаула, к примеру, в Красноярск, Кемерово или Новосибирск. В случае, если в отношении вас совершается такого рода преступление, хищение с автомобиля, государственных регистрационных знаков, необходимо незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции по месту совершения преступления. Ваше обращение будет зарегистрировано и будет проводиться проверка. Однако не все автовладельцы уверены, что их номера будут искать. Номера, которые установлены на автомобиле любые, являются имуществом государства. Себестоимость для государства этих номеров составляет в районе 150 рублей. То есть, следственно, уголовное дело никто заводить не будет. Но это мнение, говорят правоохранители, ошибочное. Ведь в таких преступлениях учитывают не только себестоимость номера, но и затраты автовладельца на получение регистрационного знака при постановке машины на учет. А эта сумма уже тянет на значительный ущерб, следовательно, уголовное дело можно возбудить. И возбуждают. Правда, пока по статье с общим названием кража. А вскоре может появиться отдельная строка кодекса, посвященная похищению номеров. С начала 2013 года в отделах полиции города Барнаула возбуждено 6 уголовных дел по фактам краж государственных регистрационных знаков. Конечно, злоумышленники получают свое уголовное наказание, однако вряд ли они вернут потерпевшим деньги, которые те заплатили за возврат номеров. Хотел бы еще от себя добавить и обратиться к автомобилистам, чтобы машины следует, наверное, все-таки убирать в гаражи, на стоянке. Либо какие-то специальные, использовать крепления для того, чтобы такой беды, не дай бог, с ними не произошло. Алексею, можно сказать, повезло. Ему удалось избежать лишних трат. В то утро без номеров осталось несколько машин во дворе его дома. И один из автовладельцев уже отправил благотворительный взнос в Аришке. Тот сообщил, где искать регистрационный знак. К счастью, далеко идти не пришлось. Он был спрятан на детской площадке соседнего дома. Там же решил поискать и Алексей. Удача ему улыбнулась. Но такой исход скорее исключение, чем правило. Тем не менее, стоит напомнить. Одним, что спрос рождает предложение, а другим, что даже мелкое преступление остается преступлением, которое невозможно без наказания. Галина Юмашева, Андрей Печоркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова